Привет всем! В эфире Ньюсбокс. Меня зовут Владислав Богданов. Самое интересное из мира музыки и шоу-бизнеса можно увидеть только в Ньюсбокс на Russian Music Box. Начинаем! Последние события из жизни звезд зарубежного шоу-бизнеса. Мьюзик-фильм Пати заложил фундамент русского Голливуда. Как прошел день мюзикла 2017. Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Самые последние новости зарубежного шоу-бизнеса. Подробности жизни звезд Голливуда. Скандалы и светские события. Обо всем вы узнаете прямо сейчас. Риана один из главных ньюсмейкеров этого года. Помимо ее безумных нарядов и лишнего веса, весь мир обсуждал роман с арабским миллиардером. А вчера певица поделилась фотографией, которая вызвала новую волну обсуждений. На правой руке певицы поклонники заметили кольцо с бриллиантом. Интересно, что других украшений на девушке не было. Именно поэтому подписчики решили, что кольцо не часть образа, а подарок возлюбленного Рианы Хасана Джамиля. Европейские ювелиры не поленились и посчитали примерную стоимость драгоценности. Примерная цена 400 тысяч евро или почти 28 миллионов рублей. То есть 5 квартир в Москве. Мелочь, а приятно. Португальскому музыканту Сальвадору Сабралу победителю музыкального конкурса Евровидение 2017 сделали операцию по пересадке сердца в одной из клиник Лиссабона. По словам врачей, Сальвадор чувствует себя хорошо. Однако восстановление займет много времени. На конкурсе Евровидение 2017 он получил 758 баллов и завоевал для своей страны право проведения конкурса. В 2018 году Еврофест впервые состоится в Португалии. Успеет ли Сабрал восстановиться к моменту его проведения неизвестно. Возможно, на сцене выступит его сестра Луиза Сабрал, которая является автором песни-победительницы Амар Пелос Дойес и минувшей весной заменяла брата на репетициях. Анжелина Джоли призналась, что не хотела быть актрисой. Сейчас у нее две премии «Оскар», а в ее фильмографии свыше 40 картин. Недавно Джоли рассказала, что в юности она совсем не хотела строить карьеру актрисы и пошла на это исключительно из-за финансовых трудностей. «В моей природе не так много актерского. Когда я только начинала сниматься, для меня это было всего лишь работой. Я лишь хотела помочь маме разобраться со счетами. Но потом я узнала, что это творчество, где вы можете исследовать разные временные слои, узнавать разных людей и разные стороны себя, учиться чему-то новому. Это замечательная работа, способствующая развитию», рассказала Джоли. В столице с огромным успехом состоялась вечеринка «Мьюзик Фильм Пати». В рамках мероприятия прошли презентации новых музыкальных клипов видеоработки на школы и школы клипмейкинга «Я режиссер». На днях прогремела одна из самых эксклюзивных вечеринок уходящего года для активных в индустрии развлечений «Мьюзик Фильм Пати». Здесь собралась самая творческая молодежь, которая любит петь, снимать и визуализировать музыку. Дорогая Леночка, я хочу тебя поздравить. Ты классная? Да, я уверена, что благодаря тебе наша страна узнает новые имена, новые творческие личности. И я желаю это чистого сердца. Всем удачи! На вечеринке были представлены видео «Я режиссер». Семь музыкальных новелл на классические произведения Дмитрия Маликова и несколько уникальных клипов, созданных учениками Киперна оригинальные произведения разных авторов. Также были показаны эксклюзивные обращения и напутствие молодым артистам и творцам от всемирно известных деятелей культуры. «Елена как раз редкий случай такого человека. Она горит, она живет своим делом, она действительно человек очень опытный в нашем российском шоу-бизнесе. Она его невероятно тонко и чутко хочет передать вам». В процессе мероприятия организатор вечеринки Елена Кипер призналась, что решила завершить свою издательскую деятельность. И все свое время решила отдать производству и созданию творческого продукта. «Посмотрите в глаза друг другу и посмотрите так, чтобы увидеть в глазах каждого Бога». Совсем недавно звезды вновь собрались вместе, чтобы отметить День мюзикла – праздник, объединяющих всех героев жанра. Погрузиться в атмосферу веселья, пообщаться с коллегами и поздравить друг друга – все это уже стало доброй традицией. На днях звезды собрались вместе, чтобы отметить свой день. За 9 лет праздник стал одним из самых ожидаемых светских событий года. Сюда стремятся попасть не только артисты и создатели мюзиклов, но и друзья жанра. «Есть такой жанр – мюзикл, где работают артисты, которые имеют все. Нас немного, и раз в году, в понедельник, когда в театре выходной все бросают все, и приходят сюда, и этот день мы ждем, кажется, целый год». «Я, наверное, уже лет 5 подряд хожу на этот праздник, хотя я имею достаточно посредственное отношение к мюзиклу. Когда-то играл в мюзикле «Чикаго» в качестве артиста, да. Но мне нравится это мероприятие, здесь демократическая атмосфера, видно, что это большая семья». Стоит отметить, что жанр мюзикла в России только развивается, и 2017 год стал особенно важным. Ведь впервые в истории лицензия на русский мюзикл «Анна Каренина» была приобретена за рубежом в Южной Корее. «Каждая мизансцена, каждый поворот головы, каждая шляпка, костюм, декорации, все в точности, хореография будет сделана так, как в России». «У нас на самом деле очень много хороших мюзиклов, интересных, достойных. Я думаю, что они все могли бы представляться вообще не только в Корее, но и во всем мире». Одна из неизменных традиций дня мюзикла – вручение премии «Любимый артист артистов» и «Любимая артистка артистов». Они уникальны тем, что победители выбирают сами артисты, голосуя за своих коллег непосредственно во время праздника. «Здесь все лучшие. Я считаю, что каждый год надо давать лучшего артиста по очереди всем, потому что здесь собран костяк, который переходит из мюзикла в мюзикл, и очень мало появляется новых ребят. То есть это все звезды, и все они уникальны, и все они похожи друг на друга». «Всего две фамилии – мальчик и девочка. Не знаю, не знаю, друзей много, все родные. Кого выбрать? Профессионала крутого или человека классного? Хорошо, если два в одном. Такое бывает». В этом году премию вручили Сергею Ли и Теоне Дольниковой. Кто поддержал Эмина Агаларова на его сольном концерте? Открытие музея премии Грэмми в Москве. Вахтанг переквалифицировался в фотографа. Узнайте об этом завтра в 19.00. Не пропустите. Вот и все. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке. А также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Владислав Богданов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова